В Казани прошел Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Ученые КФУ предложили новый способ транспортировки и утилизации газа. В КФУ создают трехмерную карту ионосферных и однородностей средней широт. Спортивный клуб Казанского федерального университета «Казанские юлбарсы» стал победителем общего зачета Всероссийского фестиваля студенческого спорта. Фестиваль студенческого спорта «Наш выбор спорт» проходил с 29 мая по 2 июня в Казани. Наш корреспондент Анна Голзунова расскажет все подробности в сюжете. Команда Казанского федерального университета «Казанские юлбарсы» стала победителем в общекомандном зачете внутривузовского этапа чемпионата АССКА России. С 29 мая по 2 июня впервые в Казани прошел Всероссийский фестиваль студенческого спорта «Наш выбор спорт». Наши ребята заслуженно получили первое место. Это результат не одного дня. В нашем университете выстроена очень хорошая система, система взаимодействия, администрация вуза и студенчество. Огромное спасибо хотелось бы выразить нашему ректору Ичатру Афкадовичу за то, что он поддерживает развитие студенческого спорта в нашем университете. 1600 студентов из 212 вузов и 53 СУЗов являлись финалистами главного проекта Ассоциации студенческих спортивных клубов России чемпионата АССКА. Делегация Казанского федерального университета была самой многочисленной и состояла из 58 студентов. Для того, чтобы принимать участие в фестивале, нужно было пройти внутривузовский отбор. Внутривузский этап у нас проходил по всем видам чемпионата АССКА России, которые были включены. И именно моя задача заключалась в том, чтобы провести внутривузский этап так круто и хорошо, чтобы наши команды, во-первых, отобрались самые достойные ребята на финал. Хочу в Сынгордце за победу, за наших студентов, за то, что мы проделали огромную работу в течение года и она была оценена. В течение трех дней проходили соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, бандементону и перетягиванию каната. Самое сложное, наверное, это было перетягивание каната, где там самое основное – это соревнования на истощение силы духа. Получается, вы используете все свои силы до изнеможения, и даже если вы до последнего бились, вы все равно можете проиграть. В фестивале приняли участие финалисты образовательной программы АССКА ПРО. В рамках программы все желающие получили знания в области менеджмента, маркетинга и медиа. Финалистом этого проекта стала студентка второго курса КФУ Азалия Галина. Я участвовала в образовательной программе АССКА ПРО. После нее мы практиковались на чемпионате АССКА, занимались медиа-освещением соревнований в социальных сетях. Я очень гордилась, что представляю спортивный клуб «Казанские юбарсы». Самые лучшие спортсмены и самые лучшие игры принадлежали нам. Все студенты посвятили эту победу Казанскому федеральному университету и передали кубок в Музей истории КФУ. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. КФУ посетил почетный президент Международного комитета университетских музеев и коллекций. Для гостя была проведена экскурсия по музеям, а также организована встреча с руководством университета. Подробнее в нашем сюжете. Казанский федеральный университет посетил проректор университета Страсбурга, почетный президент Международного комитета университетских музеев и коллекций Хьюго Дрейса. В рамках визита гость посетил музей Казанского университета. Последней точкой стал Музей истории КФУ, где состоялась встреча с проректором по образовательной деятельности Дмитрием Таюрским и проректором по внешним связям Ленаром Латыповым. Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета, рассказал об истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Далее для гостя была проведена экскурсия. Ему рассказали о структуре музея и методах продвижения в сфере музейной деятельности. Хьюго Дрейса и директор музейного комплекса Казанского университета Светлана Фролова обсудили методы ведения музейной деятельности. В завершение встречи гость выразил восхищение разнообразием и богатством собранных коллекций музеев Казанского университета. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Учеными из Казанского университета был найден новый, более безопасный метод утилизации и транспортировки природного и попутного нефтяного газа. Суть этого метода заключается в проведении утилизации и хранении природного газа в гидратной форме. Все подробности узнаете в следующем сюжете. Ученые Казанского университета нашли оптимальный способ транспортировки и утилизации газа. Его суть заключается в проведении утилизации и хранении природного газа в гидратной форме в виде твердого гидрата, который образуется при смешении воды и природного газа с увеличением давления и снижением температуры. Его можно дальше транспортировать и хранить, но, к сожалению, не так много технологий сегодня существует, которые можно применить для этих целей. Наша технология заключается в том, что мы газообразный попутный газ превращаем в твердую форму, которую уже намного более, так сказать, проще и легче транспортировать до уже дальнейшего переработки и использования. Преимущество этого способа в том, что он более экологичный, потому что смесь с водой менее взрывоопасна. Кроме того, перевод и хранение газа в гидратной форме требуют меньших затрат. Он предполагает мягкие условия транспортировки. В рамках нашей последней работы нами была разработана технология, которая позволяет осуществлять транспортировку и хранение попутного газа нефтяного. Сегодня на месторождениях Российской Федерации получается и выделяется в атмосферу миллиарда кубометров этого природного газа. И сегодня основное, что это делает, это его сжигает, либо использует только для нужд месторождения. Сегодня в России выделяется большое количество природного и попутного нефтяного газа. И эти объемы исчисляются десятками миллиардов кубометров. Однако они так и остаются невостребованными, потому что существуют сложности с их утилизацией и транспортировкой. Данная работа была выполнена совместно учеными Казанского федерального университета и нашими партнерами из Франции, из Высшей школы передовых технологий Инстапаритех. Работа опубликована в одном из ведущих журналов. И действительно, это такое междисциплинарное исследование, в котором вместе работали физики, химики и люди, связанные с нефтегазовой отраслью. Вопросы утилизации, хранения и транспортировки попутного и природного нефтяного газа очень важны для России. Сегодня все больше месторождений нефтегаза разрабатывается в достаточно отдаленных условиях, в том числе это месторождение шельфовое, где, так сказать, есть определенные сложности с дальнейшей переработкой попутного газа. Эти объемы как раз разработки этих месторождений увеличиваются, поэтому наша технология с использованием химического реагента, которая была синтезирована у нас в университете, она позволит как раз обеспечить переработку попутного газа, точнее, транспортировку и хранение попутного газа именно в таких вот удаленных и сложных месторождениях. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Ученые кафедры радиоастрономии Института физики КФУ и Академии наук Китая приступили к мониторингу ионосферных неоднородностей. Для чего необходимо это исследование, расскажем в нашем следующем сюжете. Физики Казанского федерального университета совместно с учеными Национального центра космических наук Академии наук Китая создают трехмерную карту ионосферных неоднородностей средних широт. С этой целью на радиополигоне Казанского университета были установлены две камеры всего неба. Камеры будут работать вместе с ионозондом КФУ. Китайские ученые, с которыми мы намерены сотрудничать, предлагают свои камеры наблюдения за свечением ночного неба, те, которые позволяют получать пространственную картину на 300-300 километров. И тем самым мы имеем возможность объединять свои измерения с их. С помощью ионозонда и камер ученые будут замерять невидимое для человека свечение ночного неба, являющиеся индикатором ионосферных неоднородностей. Ионосфера — это сильно ионизированный вследствие воздействия космического излучения слой атмосферы Земли. Этот слой хорошо отражает радиоволны. В слое существуют неоднородности. Перемещающиеся ионосферные неоднородности мешают распространению радиоволн. Исследования помогут создать устройства, ослабляющие воздействие ионосферных неоднородностей на радиосвязь. Конечная цель на самом деле — это найти причину таких неоднородностей и, собственно говоря, поставить ее на службу предсказания тех, как это называется, происшествий, которые происходят на Земле, чтобы их можно было стекать и выделять. А пока стоит просто определение структуры, как она выглядит, не только горизонтально, но еще и вертикально. Ученые Академии наук Китая уже изучили неоднородности экваториальных широт. Взаимодействие с Казанским федеральным университетом позволяет изучить средние широты, к которым относится Россия. У нас есть, собственно говоря, неодронности, которые мы хотим, собственно говоря, выделить. Одни из них подчеркивают воздействие солнечного ветра. По одной из версий, именно вариации солнечного ветра производят так называемые неодронности, которые мы выделяем, они называются перемещающие ионосферные возмущения. Это отдельный тип неодронности, который, по сути, в экваториальных областях отсутствует, его там нет. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин